Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обещали поговорить о том, насколько поучительна судьба одного из самых великих городов Азии, судьба Вавилона. Я напомню, что этот город, расположенный по обеим берегам Ефрата, соединенным громадным мостом, располагался когда-то на огромное равнение, был построен в форме огромного четырехугольника. Заложенный как провинциальная столица во времена правления Третьей династии Ура, еще в третьем тысячелетии до нашей эры, он стал при правлении знаменитого царя Хамурапи политической и религиозной столицей всеми сапатами. Это было очень давно, 18 век до нашей эры. Потом в городе начался упадок, после того, как его разграбили хеты, мы об этом народе с вами говорили. Несколько раз он завоевывался, разрушался, но при царе Новохудоносоре, который построил знаменитые висячие сады для своей жены, город вновь стал переживать одну из самых великих эпох своего расцвета. Но в конце концов он был захвачен персами, однако на этом его испытания не закончились. Сначала Кир овладел им, потом Дарья расхитил он, и, как написано в старом путеводителе, Ксеркс ограбил и разрушил его храмы, а Александр Македонский умер в то самое время, когда мечтал восстановить его былое величие полностью. Но, однако, как мы с вами уже говорили в предыдущей лекции, не дано человеку изменить волю Господа. И вот золотой город, краса халдеи, краса царств, как называли часто Вавилон, по пророческим посланиям действительно сделался грудой развалин. Как писали пророки, станет он жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, городом без жителей. Пророк Иеремия писал, как львы зарыкают, заревут, как щенки львиные. Архимандрит Никифор в библейской энциклопедии конца XIX века заметил, что сильнее всего поражает ужасом современных путешественников, то это груды мусора, мусора на месте славного города. Действительно, и сейчас там находится небольшая арабская деревушка Геллах, и не так давно даже и она подверглась очередным испытаниям. Вот давайте посмотрим на нашем первом слайде. Это фотография событий недавнего прошлого, когда была очередная операция буря в пустыне, и американцы восстанавливали справедливость на том континенте, который мы с вами называем Азия. К сожалению, подверглась бомбардировке та территория, которая была занимаема Вавилоном. Там, видите, на самом деле ничего нет. Но, правда, под этим песком масса воспоминаний и великое будущее для археологов. Поэтому многие из прогрессивной общественности били тревогу по поводу того, что здесь идет бомбардировка, но, тем не менее, обратите внимание, действительно маленькая деревушка и груды мусора, даже не просто пустое место, а мусор вот на месте этого некогда города, который стал, благодаря своему распутству, воплощением царства Антихриста. Как писал один из пророков, сделается Вавилон ужасом среди народов. И в Святом Писании, наверное, не случайно имя города употребляется часто вот в таком иносказательном смысле, как царство противника Церкви Христовой, царство Антихриста. Однако, тем не менее, и вот этот город дал одного из четырех самых великих пророков. Я имею в виду пророка Даниила. Довольно распространенное имя, в том числе и у нас. Вспомните хотя бы Данилу, мастера из знаменитых сказок Бажова. Но более правильно говорить Даниил. Это имя переводится как «судья Божий» или «человек, открывающий волю его». Вот на самом деле Даниил был действительно одним из четырех великих пророков, почти вся жизнь которой была связана с Вавилоном. Вообще история Даниила очень хорошо описана, история его жизни, в книге его имени, книга пророка Даниила, вы можете ее почитать. Это 14 глав священной книги, как иудеев. Так и христиан. По легенде, эта книга даже была показана Александру Македонскому во время его пребывания в Иерусалиме. Ну, кстати, вот это не доказано, что он ходил в Иерусалим, а вот в Вавилоне она вполне могла быть ему показана. И вот в этой книге он прочел одно из предсказаний о том, что греческий царь сокрушит персидское царство. Так что вы можете сами убедиться, если возьмете и почитаете эту книгу. Вообще особенность пророчеств Даниила заключалась в том, что он указывал даже точное время их исполнения. Вот вы все очень увлекаетесь, я думаю, большинство из вас ностраданусом. Но я не знаю, насколько можно верить пророчествам этого человека. А вот пророчествам святого Даниила, я думаю, верить можно. И действительно он указывал время исполнения довольно точно. Ну, это всегда иносказательно. Вот, например, знаменитая его притча о 77-ах. «77-н определены для народа твоего, – писал Даниил, – и святого города твоего, – иметь в виду Иерусалим, – чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения пророк, и помазан был святая святых». Вот так он написал о явлении Спасителя, о его крестной смерти, и о разрушении Иерусалима. То есть он указал то событие, которое совершится, и даже указал время искупления этого страшного греха. Сам Даниил, возможно, происходил из царского рода Давида. То есть он был очень знатным юношей. Но вместе со всем своим народом он попал в знаменитый вавилонский плен. Вот, собственно, почему почти вся его жизнь прошла в Вавилоне. Я сейчас вам хочу показать один из наших слайдов, который называется «Даниил толкует сны Навоходоносору». Вот дело в том, что именно этот знаменитый царь бавилонский разрушил Израиль в 586 году. И практически весь иудейский народ был уведен в вавилонский плен. В том числе и Даниил вместе с другими знатными юношами оказался на берегах Ефрата. И, собственно, сейчас вы слышите очень знаменитую арию. Я думаю, всем вам хорошо знакомую, хотя полностью эту великую оперу Верди вряд ли многие из вас слушали. Она не так давно восстановлена в Большом театре у нас в Москве. Это опера «Набука». А вот ария – это довольно известная. Вернее, это называется «Плач на берегах Ефрата». Плач евреев в вавилонском плену. Ну, правда, Верди довольно своеобразно трактует этот момент. Очень, скажем, радостно, обнадеживающе. С такой верой в освобождение, наверное, не случайно. Музыка Верди действительно иногда вдохновляла итальянцев на какие-то революционные выступления. Но вот, тем не менее, это плач. Плач плененного еврейского народа. Итак, Даниил попал вместе со своим народом в вавилонский плен, где под именем Валтасара вместе с другими одаренными юношами царской крови жил во дворце. Он как человек знатный, образованный попал во дворец, не на какие-то там каменоломни. Дело в том, что с ранних лет он отличался скромностью, мудростью. А в Вавилоне он также учился и познал тайны халдейских магов. О халдеях мы с вами говорили в предыдущей лекции. В первую очередь он изучал астрологию, может быть, даже магию. И занял довольно высокое положение при царском дворе, толковать ли царских снов. Вот почему мы с вами смотрели сейчас этот слайд. И сам, кстати, он имел такие видения, необыкновенные сны, которые открывали ему важнейшие события будущего. Ну вот вспомните, например, знаменитую такую библейскую легенду о сусании старцах. Очень часто художники Возрождения обращались к этому сюжету. Именно юноша Даниил спас невинную, оболганную женщину от смерти, потому что ему во сне явилась правда. Ну вот таким образом он толковал сны многим людям, и в частности, конечно, в первую очередь царям. Новохудоносору и его потомку Валтасару, не то сыну, не то внуку. Не надо путать, то есть Валтасаром как бы вторым именем звали Даниила, но больше под этим именем известен потомок знаменитого вавилонского царя и, кстати, последний вавилонский царь халдейской династии. Вот давайте сейчас мы на следующем слайде посмотрим довольно известную картину Жена де Лакруа, французского художника второй половины XIX века, которая там писала «Свободу» на баррикадах Парижа. Ну а таким образом он довольно оригинально изобразил пир Валтасары. То есть такая трактовка необычная. Никто здесь женщин не убивает на самом деле. Это довольно кощунственный пир, известный, когда во время осады Вавилона персидским царем Киром и медийским царем Дарьем вот совершилась эта такая страшная попойка с кощунственным распитием из священных сосудов, вывезенных из Иерусалимского храма во время пленения евреев. Вот, собственно, в этом, помимо вот там блуда, изображенного на картине, ужас был этого события, то есть были осквернены священные сосуды. И во время нечестивого пиры таинственная рука чертала письмена огнами, буквами на стене. «Мене, мене, текелу парсин». Помните вот другую песню, не ту, которую вы сейчас слышите, вы слышите опять сейчас Арию Верди, а есть такая хорошая ультационная песня «Вы жертвой упали» в борьбе роковой. Там такие строки. «И грозные буквы чертит на стене, чертит уж рука роковая». Это явный парафраз библейского сюжета. И вот призванный Даниил, известный толкователь слов, перевел. «Бог исчислил царство твое, ты взвешен на весах и очень легкие. Разделено царство твое между персами и медянами». Ну и действительно, на следующую ночь, отведя воды Ефрата в старое русло, персы ворвались в город. Отренутый собственным народом, царь защищался только с помощью гвардии. Вскоре судьба города и царской династии была решена. В ту же ночь царь Валтасар был убит, написано в книге Даниила. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет от роду. Ну вот, кстати, для нашей истории эта строчка из книги пророка Даниила имеет такое особое страшное значение. Кто читал страшную историю убийства царской семьи, то, наверное, знает, что в той комнате, где совершилось это убийство, в городе Екатеринбурге, долговин носивший имя Свердловска, кто-то на стене написал именно эту строчку из книги Даниила. В ту же ночь царь Валтасар был убит здесь своими слугами. Ну, мне очень нравится, конечно, сравнение Николая II с этим нечестивым царем, но я думаю, что на самом деле вот это была своеобразная подсказка для тех, кто придет в эту комнату. Потому что белые подходили тогда к Екатеринбургу, и человек, видимо, один из тех, кто участвовал в убийстве или, во всяком случае, очень близко стоял к этому страшному событию, он хотел подсказать, что убийство совершилось именно здесь. И он выбрал фразу, достаточно понятную образованному верующему человеку, но в то же время, которая не очень впрямую, так скажем, была бы понятна красноармейцам. И вот, собственно, с помощью этой фразы, в первую очередь, это страшная комната, комната, в которой, в общем-то, окончилась наша история. Это тоже был очень большой перекресток истории. Мы с вами говорим сейчас о таких перекрестках. Я не то чтобы не верю в великую будущую Россию, но даже если она будет, она будет совершенно другая. В той России больше нет. Я думаю, что это совершенно однозначно. И вот, наверное, она все-таки закончилась на том, когда прозвучали выстрелы в этой страшной комнате. На стене, изрешеченной пулями, буквально изрешеченной, было написано строка из книги пророка Даниила. В ту же ночь Сарвел Тассар был здесь убит своими слугами. Что же касается самого Даниила, то после персидского вторжения он как бы остался в Вавилоне. Более того, благодаря своей учености, он занимал довольно высокие посты. Но, тем не менее, за приверженность к вере отцов, он никогда не изменял свою веру, по наговору был брошен в ров со львами. Вот на следующем слайде вы сейчас видите изображение миниатюры из русской летописи. В этом рве Даниил был чудесным образом спасен самим Господом. То есть львы не тронули его. И на самом деле Даниил умер в глубокой старости. Слава о его мудрости и праведности была известна далеко еще и при его жизни. Однако в преклонном возрасте он обратился к царю с просьбой отпустить его на покой. После чего он переехал в Сузы, вот в тот город, о котором мы с вами поговорим тоже, ибо это одна из пав, захваченных столиц Персидской империи. Сейчас это маленький город Шуш в Иране. И вот, собственно, там Даниил умер и был похоронен в роскошной усыпальнице. До сих пор считается, что духа этого пророка оберегает город от всех несчастья и невзгод, и останки Даниила приносят городу благоденствие. Так что судьба у Суз получше, чем у Вавилона. Он не превратился в маленькую заброшенную деревню. И вот интересно предание, связанное с Даниилом, который жил в Вавилоне, а умер в Сузах, в двух великих городах Персидской империи. По преданию, великий и страшный Тимур, но имя этого завоевателя уже нашей эры всем, думаю, хорошо известно. Так вот, великий и страшный Тимур, который однажды привел страшный трепет всех москвичей, они в ужасе, встав на колени на улицу города, молились перед иконой Владимирской Божьей Матери. Единственное, на кого они уповали в надежде о спасении, встретили, кстати, не эту икону на улице Сретенка. Сретение – это встреча. Вот до сих пор улица в Москве так и называется в честь избавления от нашествия страшного Тимура. На Москву он действительно тогда не пошел, но во время очередного своего семилетнего похода в Малую Азию Тимур совершил паломничество к мавзолею Даниила, святого человека, и решил, что его новая столица Самарканд тоже должна быть богатой и процветающей, поэтому мало надеяться на себя и на свои походы. Нужно попросить, вернее, наверное, просто взять без особого спроса часть останков святого, что, собственно, Тимур и сделал, и с большими почтями отправил эту часть останков в Самарканд. Говорят, что когда караван из 50 верблюдов приблизился к новой столице Великого Тимура, то все эти караваны остановились в одном самом месте, дальше они двинулись, и там решено было создать мавзолей, тем более, что место очень походило на том, где хранились основные останки в Сузах. После захоронения в новом месте под Самаркандом, там, говорят, стал бить родниковый источник, и жители города и окрестностей в течение многих веков пользовались этой целебной водой. Вот давайте мы посмотрим, как выглядит современный шестикупольный мавзолей в Самарканде. Он был построен в начале 20 века самаркандскими мастерами. Купола этого мавзолея соответствуют основным ветвям очень древнего фисташкового дерева, которому более 500 лет, оно растет рядом. Вот интересно, что полувысохшее дерево обрело новую жизнь в 1996 году, когда патриарх московский в Сеарусе Алексей II осветил дерево и могилу великого святого. Так что, видите, как интересно. Тимур когда-то, страшный азиатский кочевник, привез сюда останки и, наверное, не думал, что патриарх из так и непокоренной Москвы когда-нибудь приедет сюда освещать это место. Вообще, мавзолей Хаджа Даниира, или святого Даниила, который вы сейчас видите, является одним самых известных культовых мест в Сумарканде. С одинаковым почтением к нему относятся мусульмане, христиане и иудеи. И, в общем-то, такие имена, как Данияр, Даниил или Даниэль, это имя одного и того же святого мусульманской, христианской и иудаистской литературе. Ну, традиции. Наверное, это еще раз доказывает, что, в принципе-то, люди могут объединиться. У нас очень много общего даже в религии, хотя, наверное, все-таки религия это основной водораздел, который разделяет разных людей. Это не цвет кожи, не разрез глаз. Я думаю, что все-таки это религия. Религия – традиция, обычая. Но, тем не менее, если задуматься, у нас все равно есть очень много схожего. Кстати, вот на территории этого мавзолея, о котором мы сейчас говорим, в 2001 году велись большие археологические раскопки. Там были открыты даже остатки мечети XIV века, то есть времен Тимура. И археологические эти раскопки продолжаются здесь до сегодняшнего дня. Возможно, они дадут даже еще более обширные знания об этом удивительном мавзолее. Что касается, скажем, Даниила в христианской традиции, то интересно отметить, что, например, в Священном Писании, в Священном Писании, да, мы уже к христианству возвращаемся, царство Александра Македонского изображено в различных видениях пророка Даниила трижды. Вот я не знаю другого великого полководца, жестокого или нежестокого, который упоминается в Священном Писании. Вот Александр Македонский упоминается в книге пророка Даниила трижды. Я думаю, что, наверное, более-менее образованный человек хотя бы одно из этих видений знает, поскольку слышал такое выражение «колосс на глиняных ногах». Действительно, такой сон приснился Новохудоносру, и Даниил его расшифровал. Во сне царю явился огромный истукан, огромный, страшный, металлический, но на глиняных ногах. И вот сорвавшийся с горы камень разбил эти нетверные ноги, Даниил объяснил, что это символ гибели нетвердого царства. То есть царство это должно было скоро рухнуть. Между прочим, это крылатые выражения «колосс на глиняных ногах», опять-таки не странно, имеет прямое отношение к нам, потому что именно Россию так стали называть в Европе с конца XVIII века. И первым так назвал Россию, вот вроде бы очень большую, но совершенно бестолковую, французский философ-просветитель Дени Дедро, который в конце XVIII века, времена Екатерины II, путешествовал по России. Его пригласили, его возили, ему всё показывали. Но, тем не менее, Дедро решил, что России не стоит бояться, что она «колосс на глиняных ногах». И надо сказать, что после него во Франции очень долго так отзывались, вплоть до середины XIX века. Тургенев, например, по этому поводу писал, что французы так зовут Россию из-за бессильной досады. Но, тем не менее, выражение это очень прижилось. И, скажем, в Европе до недавнего времени так говорили и об СССР, вот этой огромной ещё одной империи, где должна была сложиться единая общность и слиться Восток и Запад. Но так и не слился. В любом случае, СССР тоже считали нетвёрдой империей, нетвёрдым образованием. Я, правда, как человек, родившийся в этом государстве, не могла себе представить, что это всё разрушится на моих глазах. Мне казалось, что я до этого не доживу. Но, тем не менее, история ещё раз подтвердила, что глиняные ноги – это очень нетвёрдое образование. Раз уж мы с вами заговорили о глине, давайте сделаем такой интересный логический переход и поговорим о кирпиче немножко. Дело в том, что мы с вами уже немножко отвлекались, говорили, скажем, об истории лошади, в истории человечества, потому что без лошади, как и без колеса человечества, мы вряд ли уже двинулись особенно далеко. И, собственно, архитектура – это не только застывшая музыка, как писал Гоголь, это, в общем, один из признаков цивилизации. И вот первым строительным таким материалом был кирпич. Причём кирпич родился именно в том месте, о котором мы с вами сейчас говорим. И те великолепные дворцы, храмы, всё то великолепие, которое встретили создатели новой цивилизации, цивилизации ленизма, в Месопотаме, было сделано из кирпича. Но мы так к нему привыкли, что, наверное, не задумываемся о том, где же и когда кирпич появился. А кирпич бывает очень хороший, бывает плохой. Вот мне как-то приходилось участвовать в восстановительных работах на территории одного храма. Я никак не могла помыслить, что кирпич нужно проверять на прочность. Даже, в общем, мне не очень сильные женщины говорили, нужно взять кирпич и ударить его об коленку. Если он разломится, значит, его класть не нужно. И вот я об коленку разбивала кирпичи. То есть на самом деле сейчас они даже такие плохие. В древности, я думаю, это было не очень возможно. Вообще кирпичи человек стал изготавливать примерно 10 тысяч лет назад. 9,5 тысяч лет назад. И вот именно тогда были изобретены самые различные способы строительства из обожженного и необожженного кирпича. Именно тогда была изобретена форма, то есть форма, в которой делается кирпич, обжиговая печь, применение глазури. Мы с вами увидим, какие великолепные вещи можно делать из обыкновенного кирпича, если он не ломается об коленку. Была тогда изобретена обработка кирпича для использования его в виде скульптурного декора. Было установлено разделение труда между изготовителями кирпича и каменщиками, создание каких-то сложных кирпичных перевязок. На это ушло очень долгое время. Много времени, трудно сказать, когда именно что было изобретено, потому что решающий шаг в датировке археологических находок, как мы с вами когда-то уже очень давно говорили, поэтому я повторюсь, так вот этот решающий шаг в датировке был сделан не так давно, всего в 1949 году, когда американский физик-атомщик Уиллард Либби, он, кстати, прожил очень долгую жизнь, он в 1980 году только умер, вот он изобрел метод радиолегулиродного датирования. С помощью этого метода стало возможно датировать органическую материю ранних периодов с огромной точностью. Но, к сожалению, раскопки многих античных объектов были произведены уже до введения радиолегулиродного метода. Поэтому, скажем, каких-то точных датировок, когда было изобретено такое, кирпич или такое, это всё-таки ещё сделать невозможно. Мы только с вами сейчас уже можем сказать, что первые человеческие поселения появились, ну, где-то, скажем, в период между 10 тысячами лет до нашей эры и 8 тысячами, вот, то есть в период ноолита, нового каменного века, до изобретения керамики, до открытия металлов, но уже тогда человек, вооружённый, ну, вот, самыми простыми кремниями и орудиями, он стал применять глину, из которой вручную формовал кирпичи, высушивал на солнце и что-то строил. А затем совершился переход от этих простых, слепленных вручную кусков глины к массовому производству прямоугольных, высушенных на воздухе кирпичей, которые назывались андоба. И вот созданный в то время метод изготовления глиняных кирпичей, в принципе, практикуется во многих регионах мира, таких отсталых, как мы говорим, вот до сегодняшнего дня. И таким районом, где вот впервые стали в массе производить очень хорошие кирпичи и обжигать, кстати, первые кирпичи, кирпичи была Месопотамия. И, кстати, одна из причин такого стремительного роста прогресса в этом районе – это уникальные природные условия. Вы помните, мы говорили о великих реках, которые всегда несут с севера на юг тину, песок, ил и разливаются всегда с марта по июль, а потом вода уходит. И вот в этом илле-то, может быть, растет только финиковая пальма и тростник, больше ничего не растет, поэтому даже там финиковые косточки скармливают скоту. Но, тем не менее, вот эта масса глины, которая после разлива остается, она и позволила довести производство кирпичей, обожженных кирпичей в глазури, то есть разноцветных, до невиданного совершенства. Ну, вот скажем, давайте посмотрим пример такого великого искусства, что можно сделать из кирпича. Перед вами сейчас лев. Идущий лев – это изразец тронного зала Южного дворца Вавилона. Вот такие вещи увидели изумленные греки и македонцы. Но, правда, это уже VI век нашей эры. И вот до этого периода, когда человек научился вот такое делать из разноцветного, покрытого глазурью обожженного кирпича, конечно, прошло довольно много времени. Но письменные источники, сохранившиеся в Египте и в Месопотаме, позволяют нам составить представление и о методах строительства, и об иерархии, занятых вот в этой кирпичной отрасли рабочих. И даже оказывается узнать, что обожженный кирпич, вот особенно такой глазурованный, стал в высокоразвитых месопотамских культурах даже предметом культового поклонения. То есть это было очень тяжелое производство, очень редкое, и люди, ну, скажем, если не молились на это, то это было почти объектом культового поклонения. Месопотамские источники довольно подробно описывают разные форматы обожженных кирпичей, способы их кладки. Вот посмотрите, как плотно пригнаны и как совпадает рисунок этих кирпичей. У них же линейки не было, ни линейки, ни треугольника, ни циркуля. Они, кстати, мере прочим, пальмовым листом замеряли расстояние и ровность краев вот этих кирпичей. Довольно подробно месопотамские клинописные источники описывают способы кладки, обработку кирпичей для получения каких-то декоративных элементов. Ну, конечно, для более простых построек из кирпича сердца, то есть из необожженного, а высушенного на солнце кирпича, бралась глина, которая просто смешивалась там с соломой или с навозом домашних животных. И даже эти кирпичи между собой глиной же и склеивались. Ну, хотя она не очень хорошо склеивается и даже дождем вымывается. Поэтому в древних культурах вот в качестве добавок, склеивающих добавок, часто использовали помимо такой простой глины также гипс, известь и битум. Битум, вот эта земляная смола или часть нефти, которая на поверхности сама собой собирается. Мы уже с вами говорили, что нефть в месопотаме прямо на поверхность выходит. Ну, вот что касается, например, жжёной извести, то её смешивали с водой. Это уже тогда, кстати, идеальная совершенно была такая смесь для такой своеобразной штукатурки. И, кстати, известковая штукатурка появилась примерно в одно и то же время, как были изобретены и обжиговые печи. Дело в том, что вот обжиг кирпичей и жжёной извести, она производится при одной и той же температуре. То есть одни и те же печи используются для того и другого. Гипсовый раствор также получался путём обжига гипса. Однако там температура нужна меньше, по-моему, всего 125 градусов Цельсия. То есть это нужна не печка, а простой огонь. Гипс можно обжигать в костре. И некоторые исследователи предполагают, что использование гипса даже началось раньше, чем извести. Однако вот пока мы это убедительно доказать не можем. Но, вероятно, в ранней Месопотамии были известны все три способа. Растворы, то есть и гипс, и извести, битум, и даже просто простая глина. Кстати, самые древние кирпичи в мире были найдены в 1952 году, согласитесь, не так давно, правда, при раскопках международной археологической экспедиции под руководством Кетлин Кенн в Ерихоне. Это тоже эта же область, но на берегу Иордана. Руины этого самого древнего города на Земле, вот запомните, самый-самый древний город, это Иордан. И вот его руины представляют собой такой высокий холм, который в данных местах называют Тель. Тель, вот этот холм, образуется в результате постоянного нагровождения какого-то строительного мусора, обломков, нового строительства. Однако Ерихонский Тель, как оказалось, скрывает не только мусор, но и остатки самого древнего города в истории человечества, который был построен еще в эпоху неолита. И вот тогда у людей были только примитивные кремниевые инструменты, они даже железа не знали. Но дома они уже строили из кирпича, причем в Ерихоне было найдено два вида кирпичей. И для их производства использовалась смешанная с водой глина, которая придавалась потом вручную более или менее прямоугольная форма. Эти кирпичики выкладывались на палящее солнце, там очень жарко, и после просушки складывались довольно плотные стены, причем там раствором служила только глина, еще никакой неизвестия, гипса не знали. Вот эти первые в мире кирпичики, они, вы знаете, похожи на такие буханки хлеба, не очень такие ровные, и снабжены выдавленными большими узорами, пальцами выдавленными узором в елочку. Ну, наверное, даже для лучшей сцепки, я думаю. Вообще вот такие древние кирпичи обнаружены только в Ерихоне. Правда, специалисты считают, что просто в другом месте не найдено пока. Вероятно, распространение было довольно широкое. И в VII тысячелетии до н.э. изготовление сформованных вручную глиняных кирпичей, скорее всего, было довольно широко распространенным явлением. Правда, вот большим недостатком таких ручной работы кирпичей являлось то, что они плохо подходили один к другому, потому что, в общем, точности размеров, конечно, никаких не было. Поэтому следующий эпохальный шаг в истории человечества, в истории его прогресса, это изготовление кирпичей в формах. То есть, когда человек придумал, что кирпич, можно глину заливать в форму, и тогда кирпичи будут более-менее одинаковыми. Вот это был необыкновенный прогресс. Кстати, между прочим, самая древняя такая кирпичная форма, формочка для кирпича, найдена всё-таки в Египте. Это гробница Рехмере в Изере, который жил в 15 веке до н.э. и найдена эта в Фивах. Там очень интересное изображение на этой гробнице. Там видно, как рабочие черпают воду, как смешивают глину с водой, с соломой, как набивают вот эту образовавшуюся смесь в раму, прямо вот в эту формочку. И даже видно, что вот, скажем, верх этой формочки, чтобы она не была буханкой хлеба, вот один рабочий так деревянной дощечкой равняет, обрабатывает куском древесины. И вот с помощью такого довольно примитивного способа, тем не менее, рабочий мог сделать в день под палящим египетским солнцем несколько сотен почти идентичных кирпичей, очень хороших. Кстати, между прочим, в отдалённых районах Египта до сих пор таким способом делают кирпичи. Но всё-таки египтяне были не первыми людьми, которые изобрели эту деревянную форму. И, конечно, Месопотамии в шестом тысячелетии до нашей эры тоже такие формочки уже знали. Вот давайте мы на следующем слайде посмотрим, как со временем человек, который уже знал кирпичную форму, научился даже и глазуровать кирпич, хотя я чуть-чуть забегаю вперёд. Но, в принципе, хочу вам показать, что высокоразвитые культуры древней Месопотамии разработали самые заощрённые методы изготовления и применения кирпичей, методы, которые не были превзойдены другими народами в течение очень многих веков. Вы сейчас видите ещё одного льва. Это глазурованный рельеф с ворот Иштар в Бавилоне. Мы уже эти ворота с вами видели в предыдущей лекции. Это тоже VI век до нашей эры. Этот кусочек ворот хранится в Лувре, во Франции. Вообще, на голубом фоне этих знаменитых ворот было сделано огромное количество священных животных. 575 драконов, быков и 120 вот таких львов. Представляете, какая огромная, кропотливая работа. Ну, недаром и ворота были священные. Кстати, самые древние из найденных обожжённых кирпичей, ну, скажем, ещё не глазурованных, не таких, как вы видите, обожжённых кирпичей, относятся к эпохе аббейтской культуры. То есть, это примерно V тысячелетие до Рождества Христова. Это Месопотамия. Найдены эти первые обожжённые кирпичи в районе Матхура. И использовались они для сооружения сточной трубы. Потому что, как бы, не казались вам дикими люди, о которых мы с вами говорим. Но в Месопотамии того периода найдена глиняная канализация. У нас, извините, ещё в некоторых городах Алушской области, не так далеко от Москвы, пользуются самым примитивным туалетом с дыркой. А вот у них уже была канализация, которую они делали из глиняных труб. Так вот, первые обожжённые кирпичи в таком достойном упоминании количества, то есть, вот много их было найдено, считается, что на основе археологических раскопок, что, вернее, в большом количестве обожжённые кирпичи, стали производиться, ну, примерно через 500 лет после, через 5000 лет после изобретения высушенного на солнце кирпича и через 4000 лет после появления первой керамики. Вот может задаться вопрос, ну, почему человек так долго кирпичи не обжигал? Да, 5000 лет. А потому что это всё-таки его удовлетворяло. Это было очень просто. Сделать и высушить на солнце. А обжечь кирпичи, особенно вот с такой глазуровкой, довольно сложно. И человек шёл по пути, пока ещё наименьшего сопротивления, строилось из такого высушенного на солнце кирпича, и хорошо. Но когда люди стали строить храмы, то есть, например, зекураты, тот же Вавилонский зекурат, посвящённый богам, там же кирпич должен был быть красивым, очень долговечным. Кстати, строительство такого зекурата – это вообще очень дорогостоящее занятие. Вот, например, давайте на следующем слайде посмотрим. Это реконструкция, конечно, как могли выглядеть вот эти башни или дворцы Вавилона, которые были выставлены из обожжённого кирпича. Вот самая высокая башня – это зекурат. Считается, что она в Вавилоне была сложена из 36 миллионов кирпичей. Правда, это очень было много всё-таки, поэтому обожжена, скорее всего, была только десятая часть. Но если 36 мы разделим на 10, значит, там, скажем, 3 миллиона кирпичей здесь было обожжено, 3,5 миллиона. И вот обжиг такого количества кирпича длился 7200 рабочих дней. А изготовление всех остальных, там, 25 миллионов высушенных на воздухе кирпичей – это 21 тысяча рабочих дней. А вот давайте подумаем, сколько могло быть занято рабочих на строительстве такого огромного кирпичного сооружения. Месопотамские документы позволяют нам ответить на этот вопрос. Знаете, всего 1500 рабочих. Причём довольно точно я могу сказать. 87 специалистов было по изготовлению кирпича, а 87 человек изготовили 36 миллионов кирпичей. 1090 было каменщиков, то есть которые укладывали, и 404 носильщика. Из, опять-таки, сохранившихся документов нам довольно точно известно, вот какие были профессии, связанные с таким строительством. Это обработчики глины, люди, месившие эту глину, носильщики глины, плетельщики корзин для транспортировки глины, кирпичей и растворов, формовщики кирпичей, ремесленники по обжигу кирпичей, изготовители глазури, каменщики, подрядчики. И вот все они, между прочим, работали на специальных кирпичных заводах. Правда, к сожалению, до сих пор не раскопано ни одного такого кирпичного завода в Месопотамской древности или обжиговой печи. Считается, что из-за опасности пожара вот эти заводы находились за пределами городов, и поэтому при произведении раскопок из-за своих таких еще небольших размеров они до сих пор не могут быть найдены, потому что копают обычно город, а вот с пригородными кирпичными заводами не получается. Ну, как мы уже с вами говорили, вот с теми Сопотами, пожалуй, именно жители Вавилона довели до совершенства изготовление обожженных, а потом и глазуровных кирпичей, хотя рельефные кирпичи изготовлялись тоже сначала вручную, вот путем обработки сырой глины, а потом с ней же производилось очень много манипуляций. Вот давайте мы с вами посмотрим, как выглядит, например, облицовка тронного зала знаменитого Новохудоносора, царя, имя которого мы много раз уже упоминали, Вавилонского царя. Это тронный зал Вавилонского дворца, вот, VI век до н.э. Вот наверняка в этом тронном зале Александра восседала, и многие его предшественники, Александр как последний из ахименидов. Великолепный совершенно узор, посмотрите, насколько он не потерял своей яркости, не потускнел вплоть до сегодняшнего дня. А вот вопрос о том, насколько, вернее, как можно было достичь такой точности, чтобы вот кирпичики, составлявшие довольно сложный узор, подходили друг к другу, я отвечу, для обеспечения вот такого точного соответствия отдельных частей, скорее всего, составлялись пробы, может быть, даже при помощи дощечки, или, как я уже сказала, пальмового листа, чтобы сырые кирпичи еще не складывались, их как-то подтесывали, потом опять прикладывали, и лишь когда достигалась абсолютно полная точность, они уже потом обжигались. Кирпичи, кстати, обмазывались цветным материалом для глазури, и этот материал уже при обжиге образует вот такую красочную эмаль. Обратите внимание, насколько достойно мастерство специалистов при подборе цветовых оттенков. Ведь здесь, казалось бы, один голубой, но насколько, например, он разный. Вот такая гамма может быть достигнута только путем очень длительных экспериментов. Хотя на самом деле вот на вопрос о том, каковы были методы применения этой знаменитой вавилонской глазури, у нас пока еще ответа нет. То есть вот как они эту глазурь делали, мы не знаем. Я, кстати, сама в юности занималась керамикой, это очень интересно. Я ходила в кружок, у нас там была маленькая обжиговая печь, и я тут не понаслышке знаю, как это сложно делать. Вроде все сделаешь хорошо, но или ты чуть-чуть передержала свое изделие, оно пересохло, или, наоборот, ты его чуть-чуть сырым засунула в печку, или там что-нибудь с печкой не совсем нормально. Вынимаешь свое изделие, оно все треснуло, или там часть обожглась, часть отвалилась, или вообще цвета полностью изменились. У нас, кстати, не всегда получалось попасть именно в тот цвет, который мы хотели. Кладешь красное, вынимаешь бурое и так далее. А это все-таки VI век до нашей эры, то, что мы с вами сейчас видели. Ну вот, таким образом был украшен город, который, по словам археолога Колдовея, человека, раскопавшего Вавилон, город вот это долгое время лежал, укрытый от человеческих глаз, под савном из летучего песка. Однако, когда этот город благодаря археологам восстался, то он оказался еще более захватывающим, чем это можно было себе представить. А на самом деле, долгое время, до конца XIX века, Вавилон, который, как и говорили пророки, станет жилищем шакалов и ужасом между народами, действительно представлял собой очередной тель, то есть в пустыне Холм такой. Надо сказать, что еще английский ученый Клаввий Джеймс Рич, занимавшийся античностью, приехал сюда и даже в 1815 году опубликовал свои мемуары о руинах Вавилона, то есть пытаясь привлечь внимание к этому месту. Однако, систематические раскопки на месте Вавилона начались только в конце XIX века под руководством немецкого археолога Роберта Колдэвэя, так что можете запомнить имя человека, благодаря которому мы любуемся вот такими чудесными вавилонскими изразцами. Вообще, при помощи очень скрупулезного метода раскопок, ну, Колдэвэй немец, он все делал очень скрупулезно, им удалось вскрыть самые разные слои городской застройки. Он открыл даже очень массивный комплекс подземных сводчатых помещений с бесчисленными камерами, с колодцами, с остатками каких-то ковшовых подъемников для воды. Кстати, он считал, что это устройство для поливки знаменитых висячих садов Семирамиды. Но, пожалуй, самым крупным его открытием явилось вот это, вот тоже очень красивое сооружение львов, которого мы с вами уже только что видели вблизи. Сейчас вы видите перед собой ворота Иштар. Еще раз убедитесь, насколько вавилоняне любили голубой цвет. Вот эти ворота и царские покои, сохранившиеся довольно хорошо, то есть остатки царского дворца в Вавилоне были очень тщательно разобраны Колдвейм и перевезены на его родину, в Берлин, естественно. Вот там они сейчас выставлены в музее Пергамон. Так что, когда будете в Берлине, не забудьте обязательно посетить этот чудесный музей. Ну, а вот сейчас мы, наверное, с вами вернемся немножечко назад, потому что на самом деле мы с вами говорим о времени Александра Македонского, говорим о том, что именно этот человек попытался восстановить величие этого города. Хотя, на самом деле, как мы с вами уже выяснили, это ему до конца не удалось, потому что смерть помешала этим проектам. Однако, отдавая дань величию этого города, Александр сделал все возможное в Вавилоне, приказал многое восстановить, может быть, благодаря этому и сохранились многие дворцы и башни Вавилона. Отдал дань местным обычаям и древней культуре, но заставил жителей чтить себя как освободителя, наследника местных царей, а также царя всей Великой Азии. Управление на Вавилоне было полностью децентрализовано македонским, так же, как и в Египте. Надо сказать, что правителем никто из вавилонян здесь не стал. Все-таки, на всякий случай, он решил сюда назначить постороннего человека, перса Мазея, о котором мы с вами уже говорили, человека совсем из другой области Персидской империи. Но даже главное не это, и даже не то, что он разрешил Персу чеканить собственную монету. Вот посмотрите, пожалуйста, поближе. Персидский сатрап Мазея, пожалуй, единственным был удостоен такой необыкновенной чести, как печатать собственную монету Вавилонии. Дело в том, что именно в этом городе совершилось еще одно очень важное событие. Впервые царь стал предоставлять лицам восточного происхождения право осуществлять гражданское управление очень важными городами в стратегическом и экономическом отношении. Вот, кстати, помимо Мазея, другой перс Мифрен, некогда сдавший царю знаменитую крепость в Сардах, даже был назначен сатрапом Армении, который только предстояло завоевать. На самом деле, вот в городе Вавилония совершилось то, что приведет потом к очень большим разногласиям внутри македонской армии. Александр попытается соединить Восток и Запад. Вот они до этого все время шли с войной от мщения. И вдруг в Вавилоне случилось то, что бывшие враги должны были стать друзьями и соратниками, Мазея, с которым только что недавно сражались, на поле при Гавгамеллах стал управлять Вавилоном и стал одним из приближенных Александра. А потом еще и еще другие люди. Ну, конечно, Александр был не очень наивен, он всегда ограничивал их свободу. Например, начальником гарнизона, то есть человеком, ответственным не за гражданское, а за военное управление или там сборщиком подачи, он всегда ставил македонянина. Но, тем не менее, вот это был первый до того совершенно беспрецедентный и очень редко повторяемый в истории человечества случай, когда завоеватель из врагов попытался делать своих соратников, причем совершенно добровольно, и соединять, казалось бы, до этого совершенно несоединимых людей. Я сразу говорю, что после смерти Александра все это распалось, ничего из этого не получилось, но сама попытка очень симптоматична и очень удивительна, несмотря на то, что, может быть, боли в истории человечества она пока еще не имеет достойных продолжений. Ну, я думаю, что вот на этом мы с вами закончим нашу сегодняшнюю лекцию, и до новых встреч, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok